В птичьем мире встречается много особей, которые могут хорошо маскироваться, но быть совсем незаметными удаются единицам. Такой уникальной способностью, несмотря на свою яркую внешность, обладает дубонос. Само название этой симпатичной птички указывает на ее отличительную черту – толстый, сильный конусообразный клюв, самый мощный среди вьюрковых, к которым относится дубонос. Края клюва подогнуты и смыкаются друг с другом наподобие двойных кусачек. Птица без видимых усилий колет им косточки и твердые семечки. Легко может прокусить кожу на пальцы взрослого человека. Дубоносы считаются частично мигрирующими. Осенью большинство улетает на юг. Зимовать в Центральной России остаются лишь самцы-одиночки. Но, несмотря на это, в холодное время года дубоноса увидеть значительно проще, чем летом. Самец имеет бурое с рыжими вкраплениями оперение. Самка более тусклая. На горле у птиц черный треугольник. Дубоносы селятся в парках, рощах. Особенно любят фруктовые сады. Гнезда обычно располагаются на высоте от 8 до 12 метров, на отходящих от ствола тоненьких боковых ветках. Очень редко встречаются на высоте человеческого роста, но при этом в труднодоступных местах, например, в очень густом кустарнике или затопленной местности. Снаружи гнездо выглядит полуразрушенным. Снизу и сбоку похоже на уменьшенное гнездо вяхеря. Такое же рыхлое, из тонких веточек, на вид слабо скрепленных между собой. Но на самом деле оно очень прочное. Внутри, в отличие от гнезда вяхеря, есть аккуратный лоток с мягкой выстилкой. Строит гнездо самка под неусыпным присмотром самца. Строит несколько дней по утрам. Днем возле недостроенного гнезда птицы не появляются. Дубонос считается ленивым и флегматичным. Он может просидеть на одном месте несколько часов подряд. Просмотреть его на дереве практически невозможно. Птичка прячется в кроне. В кладке обычно от 3 до 6 яиц. Насиживает в основном самка. Но иногда она покидает гнездо. И тогда самец ее заменяет. Птенцы появляются через 2 недели. В отличие от зеленушек, щеглов и других зерноядных юрковых, дубоносы кормят птенцов часто. Корм приносят не в пищеводе, а в клюве. И небольшими порциями. Несмотря на то, что клюв мощный и птица явно адаптирована к поеданию очень твердых семян, в гнездовой период дубоносы в основном питаются насекомыми. Этим же кормят птенцов. Часто выкармливают подрастающее поколение почти одними гусеницами дубовой листовертки и непарного шелкопряда, предварительно обработав их так, что на них не остается жгучих волосков. Поедая гусениц, дубонос приносит пользу. В двухнедельном возрасте птенцы покидают гнездо. Хорошо летать они научатся только через несколько дней. А до того момента прыгают по веткам. Родители еще долго их опекают. Любимая пища дубоносов – черемуха. Когда ее плоды начинают покрываться темным румянцем, взрослые ведут свои выводки в лесные полосы. Из черемуховой листвы весь день слышится частое отсыканье в перемешку с щелканьем. Взрослые раскалывают косточки и отдают молодняку. Учебное кормление продолжается несколько дней. Несмотря на то, что дубоносы птицы скрытные, бывают такие исключения, когда они свои выводки приводят на кормушки. И здесь обучают искусству добывания пищи. В сентябре молодежь вполне готова к длительным перелетам. Но со всем взрослыми, способными к размножению, дубоносы становятся только к двум годам. Кот дубоносы является перчей птицей, но петь в прямом понимании этого слова не умеет. Вместо красивых трелей птица выдает неприятное чириканье. Из-за этого недостатка в домашних условиях ее содержат редко. Клетка для дубоноса должна быть металлической, так как деревянные прутья ему ничего не стоит перекусить. Такой домашний питомец тешит хозяина постоянным раскусыванием всевозможных косточек и радует своим внешним видом.